Дарк Сол 2 Дарк Сол 2 Давайте подойдем к этой прекрасной барышне Кстати еще, нам же дали колечко, нужно его одеть Кольцо Ковенанта Апостолов Чтобы вдруг что, да, если на нас кто-нибудь нападет, красный фантом Чтобы к нам пришли на помощь синие стражи Так Она просто говорит, что про осколок и все Ничего полезного Она будет всегда говорить Если у вас есть в рюкзаке осколок, она будет сама напоминать Все Теперь не забываем, когда мы апнули флягу Эмммм Извините Ясно Что произошло? Он просто застрял То есть он не мог выйти Я прыгнул, он упал Ну ладно, пускай, что поделать На этом жизнь не заканчивается Ну, так же такое бывает Ну, такое у меня первый раз, кстати Что он застрял Видите, я застрял между деревом и между Этой девушкой Ну, ничего страшного У нас есть человечность, по-моему Или у нас нет уже человечности У нас есть человечность Так, я вот думаю Можно апнуть пока по руле Давайте пока апнем Потому что у нас 3700 душ Нам нужно будет купить ключ Он стоит 1000 душ Окей, крутые дубинки Видите Так Ну, давайте апнем жизнь Смотрите, здесь тоже не все так просто Например, когда мы апаем жизнь Характеристику Видите, у нас увеличивается жизнь на 30 единиц Но После 20-го левого Или 30-го Я не помню точно 20-й, 30-й левел Увеличиваться уже будет на 20 единиц И так практически везде Так, к жизни, да Мы можем сделать так Нам еще нужна будет ловкость Чтобы брать нормальный Кстати, да Нам нужна будет ловкость для нового оружия Давайте поднимем ловкость до 11 О, как много До 9 и жизни поднимем Хотя бы вот так Нет, вот так Подняли жизнь и подняли ловкость Потому что нам нужны все-таки денежки Все, бежим дальше У нас ничего нету Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Вот, вверху Вы можете посмотреть Вверху, слева Про человечность Я вам говорю Помните, когда мы умираем У нас максимальный запас Ну лица меньше, здоровье Сейчас это прекрасно видно Так, все, бежим Сейчас самое главное Это найти ключ Кузнеца Пока мы можем поиграть с обычным мечом Будем находить меч, будем его брать в руки И будем бегать с ним До тех пор, пока я не найду оружие, которое я хочу Так, бежим Здесь ничего интересного нету Здесь у нас мостик Аккуратно подходим Аккуратно, аккуратно Так, переходим Открываем сундук Кстати, в игре есть сундуки-мимики Это как обычный сундук выглядит Но это живое существо Которое потом на вас нападает и съедает Поэтому нужно сундуки проверять То есть бить их с руки А теперь я хочу перепрыгнуть О, более-менее Вот, коточка возвращения Я про нее говорил Да, что вы возвращались к последнему костру Использованному При этом вы души не теряете Это хорошо Так, сейчас будет нелегкая локация Нелегкая Потому что, видите У нас ни брони Ничего нету Опа, 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 опа Угу Что ты меня оставил? Самоцвет жизни Ну пойдет для хилки Пока убивать смысла нету его Потому что мы подойдем костру Самоцвет жизни А хотя можно было убить Он сам, в принципе, видите Уже просится Хорошо будет, если он оставит нам ножичек Потому что нам нужен ножик Видите, он быстро сломается Так, все, зажгли мы костер То есть теперь мы сюда сможем телепортироваться И отсюда мы можем телепортироваться В нашу деревню Заметьте, когда вы зажигаете костер То локация, да, она не обновляется Видите, не появились мутанты Но если я сяду за костер, да То они появятся Поэтому мы пока не будем садиться Смысла нет Идем дальше потихонечку О, сразу бегут двое Так, это без оружия у нас Так, осторожненько там Стреляют Лучник Опа Ой, как плохо Ой, 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 извиняюсь Оф, 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 оф Нормально порубили Лучник, конечно, нам неприятный будет Но что поделать Теперь это надо убить Ой, не так, не так, не так Давайте скушаем Можно выпивать флягу Но я пока не буду тратить Потому что у нас и так полно будет Для этого времени Потому что там еще столько врагов Давай самоцвет, да О, метательный нож Тоже хорошая вещь Он, в принципе, может убить С двух ударов этих Врагов этих Да, да, да Убийца Нет, я тебя убью в любом случае Так, давайте опять скушаем самоцвет Здесь у нас тоже лежит враг Вот, все Опа Нормально Вообще, грамотно, конечно, всегда убивать со спины Это вот самый грамотный вариант Потихонечку собираем души 1300 у нас накоплено душ И еще у нас есть неактивированные души Вот тоже, видите, как-то не очень обычно, да Душа безымянного солдата Но если мы ее активируем То есть как будто она одна Да, одна единица Но если мы ее используем То там будет не одна Там будет примерно 400 или 600 Такая особенность игры Так, теперь самое главное, что Выманить Отлично Все, одного приманили Я советую их выманивать сюда вот, да Чтобы они будут, видите, спускаться Тоже вот Особенность этой игры Что враги могут лазить по лестницам Так, уходим, уходим, уходим Осторожненько Так Вышли двое вместо одного Я ничего не вижу Вот Ооо Ооо Плохо Ож трое уже Так, отлично Одного Убили Видите, как они бесятся Все, нормально Все, порешали Просто порешали Троих Ну, с ножичком Огромные у нас проблемы Огромная проблема Стоп Там есть меч Аквариан Ну, я не знаю Сможем мы А, посмотрим Смотрим Сможем И сможем Смотрите, господа Это очень хорошо Очень Ну, еще про интерфейс Смотрите, да Ну, вот у нас оружие Это, вот Показатели, да Во-первых Что требуется Две силы требуется Две силы требуется Шесть ловкостей Кстати, здесь даже меньше требуется Чем у кинжала Как так То есть, получается Меч сильнее, чем кинжал Требуется меньше Потом Интеллект требуется Видите, здесь не требуется Потому что для этого оружия Не нужен интеллект В основном Это нужен интеллект Для оружия Да, там Для посохов Для колокольчиков И вера Потом Характеристики Которые влияют На усиление оружия То есть, это Просто дают Дополнительный урон То есть, смотрите Здесь урон 80 Да, казалось бы То есть, если я возьму У меня будет атака Плюс 80 Берем Давайте уберем Этот Он нам уже не нужен Атака 80 Плюс 16 Плюс 16 Идет От силы Видите Сила D Я уже говорил Про показатели Да То есть, это Идет множитель Например, самый Да Самый мощный Множитель Это S Но он Нереально Просто редкий Например, он есть У катаны Да, черная катана По-моему, называется После него Идет A Показатель Он, в принципе Нередкий Но не самый частый Но он есть То есть, я хочу оружие Там будет A Здесь у нас показатель D Видите, он далекий A, B, C, D Еще обратите внимание Когда у вас Например, есть меч D Или кинжал Или меч Показатель D Да, например У него Очень часто бывает При апгрейде Показатель Тоже апгрейдится В лучшую сторону Например У нас показатель Б Б Б Мы апгрейднули оружие Пару раз Улучшили его Показатель Стал A Ну, вот так вот Тут мы что Видим Да, что это оружие В первую очередь Видите, у него Множитель Да, идет Только от силы Это плохо То есть, мне такое оружие Не нравится Я, наоборот, хочу Собираться в ловкость По-моему, в ловкость А может я хочу в силу Ну, в принципе Сейчас это не важно Я вот не помню Я еще раз гляну Меч, который я хочу По-моему, там была Все-таки ловкость Да Ну, вот суть в том Что, видите Здесь нету Множителя от ловкости Это плохо Безусловно А, например Вот здесь вот Видите, есть A, B, C, D, E Вот видите Здесь E Очень малый Множитель от силы Потому что это кинжальчик И сила не нужна Правильно? Зато хороший Множитель от ловкости B A, B Правильно? Все Теперь мы взяли Меч Это хорошо Это очень хорошо И идем дальше Человеческая фигурка Как раз нужна Человеческая фигурка А Про человеческую фигурку Это я уже говорил Да, что вот Когда вы умираете Вы мутируете Угу Попробуем взять Вот видите Там есть плюшка Ее можно взять Спрыгнув Но сразу говорю Далеко не всегда И не у всех получается С первого раза Ну попробовать Попробовать стоило Ладно Все Я говорил Что в первый раз Не всегда получается Ну Ну что поделать Это нужно Все равно Делать надо Все Давайте быстренько Опять пройдем Убьем всех Тем более У нас уже есть Хорошее оружие Мы будем пока Бегать с этим мечом А Не получилось Ой как не получилось Вон Я уже говорил Да Не забывайте Что если нас еще раз Убьют То наша старая душа Зеленая Вон Ну Не просто душа А наши души Да грубо говоря Они исчезнут Это очень важно Поэтому Или мы должны Просто пробежать туда Да Оббегая всех врагов И взять свою душу Или Должны убить всех Но при этом Чтобы мы не погибли Это очень важно Если мы погибнем То мы просрем То что у нас было Это Не очень хорошо Вы видите Меч тоже Очень быстро ломается Но если что Будем бегать с кинжалом В принципе Не так уж и важно Так Что-то он оставил Самоцвет наверное Сапоги Вот такие вот пироги Теперь у нас есть сапоги Ха Красивая рифма Так Ну убьем еще одного И отхилимся А вдруг он нас Продамажит немножко Давай Оп-оп-оп Ну Заметьте да Что с кинжалом Я его убью быстрее Все Не забывайте Когда вы умираете Что И появляетесь у костра Да Локация обновляется То есть Враги Они все появляются Заново По-моему Враги будут появляться Или до 13 Или до 15 раз То есть Если я 13 или 15 раз Пройду Здесь всех убью Потом костер Убью Костер И так 15 раз Да примерно Они потом Больше появляться не будут То есть Локация будет просто Чистая постоянно И так везде Такие вот Ограничения Так что мы хотели Сделать Ага Я нашел сапоги В принципе Неплохая Тема Вот Уже Хоть посолить Не будем Еще хотел Скушать Одну плюшку Давайте Если Если Нас Еще раз Убьют То мы Уже Скушаем Человечность А то У нас Видите ХП Все мало Меньше И меньше Давай Друг Спускайся Не бойся Блин Видите Минус Когда мы Ударяемся Обо что-то То отталкивается Атака Это плохо Ну давайте Выходите Что ж Будем Пробовать Как-нибудь Убивать Вас О Еще Один Пришел Очень Опасная Ситуация Так Хорошо Все Так Забрали Давайте Тогда Будем Юзать Флягу Потому что У нас Кончаются Уже Камушки В прошлый раз Мы Флягу Не Юзали И Нас Еще При Этому Убили Поднимаем Свои Души Все Вернули Ну Само Собо Еще Раз Я Это Сделаю Так Не Получилось Ладно Попробуем Тогда Вот Так Да Это Невозможно Ну Как Так Ладно Тогда Я Перемотаю И Опять То Самое Все Сделаю Давайте Попробуем Еще Раз Когда Нибудь Я Любом Случай Запрыгну Ну Надо Забрать Надо Забрать В этом Есть Суть Игры Нет Господа Ну Посмотрите Вообще Не Прет Да Просто Вот Заметьте Да Они Меня Не Могут Убить Никто Меня Не Может Убить Но Вот Это Бич Этой Игры Это Падение Постоянно Ты Подыхаешь От Падений Надо Прыгнуть Именно В эту Часть Ну Попробуем Ясно Еще Раз Еще Раз Дубль Еще Один Будем Тренировать Наши Прыжки Видите У нас Уже Падает Падает Человечность Мутантом Уже Стали Так Сейчас Сейчас Надо Разбежаться Наконец То Господи Иисусе Так Душу Подобрали Метательный Нож Кстати Это Обязательно Надо Было Здесь Мы Подобрали Метательный Нож Который Нас Может Выручить Очень Сильно Все Теперь Мы Точно Я думаю Не Должны Умереть Хотя Есть Еще Одно Место Откуда Мы Можем Упасть Да Так Все Пойдемте Дальше У нас Сейчас Проблема Ломается Мой Ножик Ломается Ножик Давайте Поставим Еще Один Так Там У нас Лучник Поставим Кинжал И поменяем Вот так Одной рукой Будем Вот Уже Хилочки Почти Не Осталось Все Потратил На Эти Прыжки О О Плохо Пропустил Пропустил Вот Видите Я уже Говорил Да Что Он Ударяет Об Стенку И Отталкивает Потом Аккуратненько Проходим Поднимаем О Еще Одна Душа Вот Нам Души Нужны Очень Сильно Для Развития Своего Героя Ну Наперед Стреляет Видите Стреляет Наперед В этой Игре Конечно Желучники Это Просто Вообще Сверх Похвалы Кстати Я же Нашел Шлем Еще Да Теперь Мы Можем Потихонечку Уже Снаряжаться Вот Так Вот Ну Это Самые Такие Бомжовские Доспехи Ну Что Ж Теперь Сколько Было У меня ХП Не Был Любому Рассказ Если Мы Упадем И Умрем Поэтому Аккуратненько Так Делаем Поднимаем Вот Короткий Меч Хорошо Теперь Нужно Повторить То же Самое Делать Обратно Все Вроде Я Пока Жив Так Все Давайте Сейчас Спустимся Спустимся Потом Дойдем До Нормального Места Вот А Еще Убьем Одного И Тогда Уже Восстановим Человечность Станем Опять Человеком Нормально Вот Так Хорошо Все Давайте Восстановим Человечность У нас Есть Три Штуки Это Хорошо Опс Все Мы Снова Пять Человек Эльф И Хилимся Это Можно Было Сделать Возле Кострана Я Лучше Сделаю Сейчас Чтобы У меня Было Нормальное ХП Чтобы Я Дошел 100% Так Мы Все А Мы Еще Меч Нашли Короткий Меч Вот Видите Пока Мы Не Можем Использовать Тоже Хороший Меч Хороший Нам Нужны Будут Ловкости И силы И у Него Показатели Тоже Видите У него Си Показатели То Получается У него Прибавка Идет И от Силы И от Ловкости Это Хорошо Здесь Только От Силы Здесь И от Силы И от Ловкости Но От Силы Видите Аж Ешка То Это Очень Мало Все Бежим Дальше Надо Быстрее Найти Ключ Купить Сейчас Будет Засада Такая Опа Да 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 Что Ж Такое Не Хватает Ловкости Не Хватает Доносливости Сапоги У нас Уже Есть Так Такие Сапоги Да Такие Здесь Сейчас Тоже Будет Засада Ведь Я говорю Очень Неудобно Когда Вы Бьете Случайно По Стенке Вот Так Вот Уходи Уходи Опасно Опасно Отлично Вот Сразу Двоих Зарешали Нам Подарили Метательный Нож Так Тоже В этой игре Особенность Да Что Здесь Надо Постоянно Все Ломать Постоянно Потому что Могут Быть Спрятаны Секреты Например Как Здесь Видите Да Поднимаем Деревянный Болт Деревянный Болт Он нужен Для Арбалет Хотя Схеримся Сейчас Будет Неприятным Браком Посильнее Других Ой Извиняюсь Отлегся Так Сюда Соберемся Да На На Уходи Уходи Нормально Все Так Давайте Поставим Ножички Потому что Сейчас Будет Сверху Кидать Бомбы Да И вообще Ножички Рули Это Вот Они Реально В этой Игре Решают Уже У меня Попадет Да Ну Что Поделать Я не успею Просто Прыгнуть Видите Когда он Кидает Ножичек Он не успевает Сойти В это Время Сейчас Он кинет Бомбочку И Вот И упадет Да Ну И все По сценариуму По моему Так Враг И еще Станется Один враг И все В принципе Мы Сделали Одно Из самых Главных Мы сейчас Дошли До места Где можно Купить Ключ И у нас Будет Доступ Кузнецу Где мы Сможем Чинить Вещи И купить Уже Нормальное Оружие Вот Видите Кинжал Под угрозой Поломки У меня Получается Уже Два Оружия Под угрозой Вот Прочность Написана Вот Она Прочность 2.40 И 5.60 Баклер Это Маленький Щит Он Нужен Чтобы Отбивать Удары Но Нас Это Не Интересует В принципе Потому Что Щит Я говорю Он Подходит Больше Всего Вариант Для Новичков Но Мы Не Будем Играть Щитом Так Сейчас Еще Один Будет Враг Я Думаю Ааа У нас Оружие Все Сломано Нет Мы К Нем Не Пойдем Мы Убьем Чуть Позже Оп Вот Наш Костер Зажигаем И Опа Отлично Присядем За него Чтобы Отрегениться Пока Я не вижу Надписи А Ну вот Все Все Начали Появляться Надписи Видите Вот Они Помощь Начала Появляться Вот Это Чтобы Мы Могли Вызвать Других Фантом Да Других Игроков Наш Мир Чтобы Они Нам Помогли Видите Просто Человек Спал Вот Плохо Плохо Стенка Очень Плохо Я говорю Очень Мешает А Мы Вот Так И Вот Так Выбираем Кладовская Урна Просто Мы Можем Кидать Эту Урну Она Взрывается Наносит Магический Урон Все Костер Зажгли Сделали Первое Полезное Дело Второе Дело Поговорим Сначала Немножко Давайте Я буду Немножко Перематывать Когда Содержка Идет Вы Просто Тоже Читайте К Мы Как Немножко Немножко Многие Все Немножко Дело 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 Все. Так, ну и собственно говоря, для чего мы пришли сюда, чтобы купить вот это вот чудо, ключ Ленинграда, ключ от Ленинграда, вот у нас здесь можно будет уже приобрести человеческую фигурку, самоцвет жизни пока не смысл покупать, кстати, сейчас она продает ограниченное количество 10 штук, а потом уже, да, когда вы поиграете в эту игру подольше, она уже будет продавать бесконечное количество. Потом янтарная трава для зарядов, ну это все равно не надо. Кстати, если у нее купить товара на 10 тысяч, она даст вам кольцо серебряное со змеем, да, плюс 1 будет. Короче говоря, он будет увеличивать количество душ, я уже говорил, да, есть плюс 2, а это даст плюс 1. Так, все хорошо, мы взяли ключик, да, теперь нам нужно придумать что-нибудь с оружием и доспехами. А, нет, мы сейчас тогда сделаем апгрейд своего левела, так, больше она нам не нужна, правильно, правильно, все. Поехали. Ну, как раз сейчас мы возьмем еще и лук, мы будем лук использовать, да, но пореже, само собой, это будет не основное оружие, а так, как, не знаю, дополнительное. Все, чувак, я принес тебе ключик. К нему даже можно не подходить, мы просто открываем, вот так вот, отходим и обновляем локацию. Вы помните, как обновлять, правильно, вот так вот, чик, потому что, видите, он сразу не встанет и не пойдет к себе в кузницу, он будет сидеть, пока вы не придете сюда опять. Вот мы обновили, вот он кузнец, давайте рассмотрим его поближе. Вот он. Да, это, как ни странно, он нежить, то есть он получеловек, полунижить. Так, давайте поговорим сначала. Да. 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 Так, пошел по второму кругу, поговорили. Вот, здесь мы можем у этого кузница усилить. Кстати, это не только он может усиливать оружие, их много, по-моему, ну, минимум 4-5 могут усиливать оружие. Броню, оружие. Потом чинить можно оружие, броню. Нам нечего чинить, потому что мы ничего не сломали. То есть у нас было оружие, которое почти сломано, но мы его убирали и не пользовались им, чтобы она не сломалась. Ну и, собственно, купить оружие. Вот мы можем здесь приобрести. Вы видите, у каждого оружия свои требования. Вот, у нас появился лук, да? Не появился, сейчас мы его возьмем. Пойдемте возьмем лук тогда. Открыть. Это, типа, такая наша награда. Лук нам в любом случае когда-нибудь пригодится. Давайте поставим лук. А, так, что тебе нужно? Ловкость, да, да, да. Нам нужно прокачивать ловкость обязательно. Ну, само собой, раз здесь у нас лук, нам нужны стрелы, да? Давайте прикупим стрел. Ну, хотя бы штук 30 для начала. 300 душ. А, дороговато. Ну, давайте. Вначале, видите, проблема с душами будет, безусловно, потому что это начало игры. А потом у вас будет сотни тысяч душ. Там и миллион даже будет в конце игры. Спокойно будете убивать, миллион душ можно нафармить легко. Хорошо, нам нужна ловкость. Ловкость, новый уровень. Вот так вот сделаем ловкость. И все равно пока нам на лук не хватает. Ну, там немного, немного надо. Так, давайте зайдем посмотрим, сейчас, секунду. Сколько нам нужно? 12 и 7, да? А здесь нам нужно 7. А, нам нужно, кучу, один раз силу апнуть, одну силу. Ммм, у нас есть души, не забываем про это. Используем. Нет смысла, знаете, всю игру с собой таскать души. Это плохой тон, честно вам скажу. Лучше всего используйте эти души, именно вот эти души. Не души боссов, а именно эти. Если вам не на что тратить, то тратите просто на левел. Просто прокачивайтесь. Так, силу нужно вот так сделаем. И вот так. Да, именно вот так. Потому что пускай у нас будет побольше хп. Запомните, что в этой игре очень сильно решает именно хп. Очень сильно. Поэтому мы будем тоже на него делать акцент. Ну что ж, еще одно оружие, смотрите. Вот еще, обратите внимание. Вот про вес, да? Давайте нажму сюда, чтобы она не убиралась. Вот. Сейчас у нас 20 килограмм, да? 20,1 килограмм. Ну, 20 килограмм. Всего мы можем понести 47 килограмм. Общий вес, да? Который на нас 42%. Обратите внимание, что в отличие от других игр, типа Skyrim, да? Здесь нету максимального веса, который мы можем отнести, да? В рюкзаке. Здесь такого нету. Здесь отдельно рюкзак, отдельно шмот, который одет на вас. То есть у нас в рюкзаке могут там миллионы шмотов быть там по 100 килограмм. Без разницы. Мы можем носить всю игру, даже не напрягаться. Но мы можем именно одеть, да, шмот. Вот, сапоги, руки, туловище, это шлем, потом оружие, лук и даже кольца. Видите, они тоже влияют на вес. Вот написано. Вот он вес. Это кольцо еще мало весит, 0,2. Есть кольца по килограмму. И вот все этот общий вес, вот он здесь отображается. Вот, 20 килограмм и 47. Это у нас еще доспехи очень легкие. А потом средние доспехи, это уже будет мало вес. То есть у нас, нам не хватит такого веса, нам нужно будет апгрейд делать. И заметьте, 42% это количество занятого веса. Если процент будет больше 70, да, то наш герой будет замедлен. То есть он будет медленно двигаться и будет очень плохо прыгать. То есть это сейчас он нормально прыгает, а если будет 70%, то он будет прыгать и лежать на земле. Вот так, прыгнет, полежит, встанет, прыгнет. Прыгнет, полежит, встанет. Лучше говоря, замедленно все будет делать. Так, что у нас там? Сейчас, секунду. Так, хорошо, с этим мы решили. Тогда сделаем следующее. Так, это у нас есть, есть и есть. У нас сейчас много оружия. Мы можем сделать следующее. Пока начать, проходить. И пойдем искать ключ этого домика. Это будет очень хороший плюс для нам, потому что там мы найдем хороший материал и души найдем. Пойдемте. В принципе, это будет нелегко. Я надеюсь, что мы успеем в этом выпуске это сделать. Но это будет нелегко. Ну, само собой, мы сейчас вызывать никого не будем. Эта стенка, она ломается. Я знаю. О, мы сюда сходим, точно. Что ж такое-то, а? Что ж я забыл-то? Давайте тогда сейчас возьмем самое сильное оружие. Вот этот вот меч наш. Возьмем его в две руки. Хотя он так будет бить медленно, конечно. Эта дверь, видите, заперта, но ее можно сломать. Нет, давайте тогда по-другому. Сделаем вот так. Все-таки мне больше нравится вот так вот. И вот так вот. Причем, мне кажется, что лучше, когда у нас в одной руке. Все, давайте сейчас сломаем лишнее, да, все. Опа. Оп. Оп. Осторожно, кстати. Очень важно, да, что... По сундуку много ударять не стоит. Если мы много раз ударим по сундуку, то он сломается, и все, что внутри, превратится в мусор. Это очень важно. Я когда только начинал играть, да, я этого не знал. И вот один раз сундук сломал. Потом долго мне мучило мысль, что же там было. Так, давайте ломаем, ломаемся. Это обязательно нужно делать, я уже говорил. Вот мы видим, что там лежит враг. Давайте мы его навестим. Ой, как в бой. Видите, он тоже в ответку у нас ударил. Мы убегаем, испугались. Опа, 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 оп, оп. Все, забили его до смерти. Вот у нас лежит плюшка. Топорик и его чистый самосвет жизни. Топорик. Топорик нам не нужен. Мы не будем играть через топорик. Сундук у нас. Что же у нас здесь? Малый кожаный щит нам не надо. Порошок для починки. Кстати, порошок для починки, он стоит довольно дорого. Мы сейчас были у кузнеца, да, у него продается он за 2500 душ. Вначале это очень дорого, это не стоит того. Чинит он все оружие и все доспехи, одетые на вас. И он чинит не полностью, а, по-моему, 50% примерно. Хотя непонятно, как он чинит. По-моему, он даже не по процентам чинит. Скорее всего, да, он не по процентам, он, скорее всего, по количеству чинит. Например, по 50% прочности, примерно так. Но, больше говоря, он не полностью починит ваше оружие. Это вот минус. Вот, осколок фляги и маленький белый мелок. Вот этот маленький белый мелок нам нужен для того, чтобы мы могли предлагать свою помощь. То есть, я рисую на земле мелком, другой игрок видит эту надпись, да, нажимает и вызывает меня в роли фантома. Я обязательно покажу в следующем выпуске. Какие плюсы у этого способа? Во-первых, если вы помогаете закончить миссию, например, убить Боллса, да, то, во-первых, ну, само собой, вы будете получать все души, да, в том числе из-за убитого босса. Вы вообще будете получать все души. Например, вас призвали, да, еще призвали кого-нибудь. И в итоге два фантома и сам игрок. Получается, у нас получается трое. И любой, кто из них будет убивать любого крипа, да, опыт будут получать все. То есть, меня могут призвать, я буду стоять на одном месте, они пойдут убивать там крипов, там монстров убивать, но я буду получать опыт, и он останется навсегда у меня. Ну, навсегда в смысле, пока нас не убьют в реальной жизни. Во-вторых, когда мы выполняем миссию, например, помогаем убить босса, нам за это восстанавливают человечность. Это очень важно. То есть, даже если у нас кончились все фигурки, да, мы можем помочь в роли спасителя. О, смотри, дождись оставили. Прикольно. Мы можем кому-нибудь помочь, заработаем кучу душ, и в итоге восстановим человечность. Профит. Еще один плюс. Я уже говорил про душа, да, это нереально хороший фарм. Вы можете не бояться, что вас убьют. Вас убьют в роли фантома, ничего страшного. Вы вернете свою жизнь и спокойно продолжите игру. Конечно же, у вас есть стимул выживать в роли фантома. В первую очередь для того, чтобы закончить свою миссию. Вам дадут за это больше очков. Ладно, идем дальше. Это все я потом вам покажу. Здесь, в принципе, прыгать смысла нету, да. Там лежит пылюшка, но она настолько бесполезна. Ну как бесполезна? Это, в принципе, хилка, да, но мы редко будем ее использовать. Может быть, когда-нибудь пригодится. Так, все. Первое дело сделали. Пойдемте дальше. Так, куда же нам дойти? Ага, все, понял. Пойдем мы искать ключ, чтобы открыть домик и там взять ресурсы нужные нам. Здесь вот есть у нас враги. Давайте сейчас подождем, пока он дойдет. Я вам еще кое-что покажу. Ммм, вкусняшка лежит. Вкусненькая ящерица. Опа, опа, опа. Так, осторожно. Давайте отойдем, чтобы не согрелся второй. Опа, 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 опа. Так. Видите, такой слабенький, слабенький дамаг. Альфи попробует вот таким вот образом. Опа, 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 опа. Ну, как вариант, можно тогда пока в две руки поиграть. Огненная бомба. Потому что у нас все равно оружие то будет или в одну руку, или в две руки. Посмотрим. А, дайте огненная бомба нам нужна. Ой, больно. Ой, уворачиваемся. Вот, видите, неприятно, когда он ударяется. Нет, давайте все же мы будем играть с одной руки. Так, что быстренько уберем отсюда. Поставим сюда. Вот так вот. Мне удобнее с одной. Собираем души. Души нам нужны. Нужны, нужны, нужны. Так, здесь никаких секретов нет. Идем дальше. Ударяем. И со спины давай. Не, не получилось. Ну, как-то. Да что ж такое-то, а? Не получается немножко. Ладно. Ничего страшного. Все, самое главное, что убили. Идем дальше. Здесь будет все гораздо сложнее. Ну, попробуем реализовать. Давайте все-таки скушаем и плюшечку, на всякий случай. Начнем мы тогда отсюда. Прыгаем сюда. Давай, давай. Отлично, все, закололи. Кстати, у него хорошее оружие. Я бы взял его меч. Так. Тихо, я слышу звуки. О, смотрите, офига себе. Первый раз вижу, что он сюда поднялся. Я говорю, в этой игре нереально развит искусственный интеллект. Очень хорошо развит. У них очень много действий. Они могут там везде лазить по лестницам. Видите, они сюда даже залазят. Так, слазим. Идем, собираем плюшки. Да блин, давай. Так, сейчас. Стреляет. Подходим немножечко. Вот, все, все, вышел. Видите, психует, психует парниша. Опа, 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 опа. Вот. Казалось бы, да только пришли, побили, все, оружие сломано. Ну, что ж такое-то? Так, здесь нам будет посложнее. Здесь много лучников, видите? Очень много лучников. Попробуем. О, видите, сразу, только подошел, уже все пробили. С вертушки. Ой, как больно, ой, как больно. Опасно. Нельзя нам умирать, нельзя. Вот, ну, давай же, давай. Отлично, все, одного закололи. Кстати, вот этот противник, вот этот крип, да, он очень противный. Вот противник противный, реально. Из-за его щитка, да, мы постоянно еще будем, о, эм. Подождите, а где еще один? Ну, ладно, неважно. Один кулата упал, видимо. Все, идем дальше. Ну, мы все равно его найдем. Идем дальше, поднимаем плюшки. Плюшки, плюшки. Сюда вот нам надо. Я слышу, где-то он хрипит. А-а-а, упал, да? Упал. Ну, что ж, такой неосторожный. Взяли мы осколок. Видите, он стоит черепаха. Нам тоже придется его потом убивать. Я надеюсь, что мы это будем делать очень легко. Так, и теперь нам нужно опять подняться быстренько, быстренько наверх. И пойти взять ключ. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. О! Наш друг пришел. Оп-оп-оп. Ну, дай же ты оружие-то, а. А, нам еще штаны нужно. А, рукавица нужно, нет, штаны, рукавица. Теперь нужно грамотно прыгнуть. Ой, немножко не так, ну ладно. Ну! Видите, не хватает выносливости. Во, все. Нужно будет скачать и ловкость прокачивать, и выносливость. Все нужно будет прокачивать. Сейчас упадет камушек. Ждем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. И душа одна. Вот, все. Человеческая фигурка, да, господа. Наша любимая человеческая фигурка. Там дыра туда прыгать не надо. Осторожно, дыра. Во, я уже здесь напишу полезная вещь. Осторожно, шар. Знаете, какой еще плюс здесь сообщений, да, в этой игре? Я вот, когда увидел, мне понравилось, то, что ты пишешь не то, что ты хочешь какие-то там слова, да, а ты пользуешься конструктором. То есть, человек не сможет там взять какой-нибудь оскорбить, там, вы там все такие-то кривые, там, ненавижу вас. Нет, ты можешь только использовать конструктор, например, объект, так, шар впереди, есть такое? Где-то вроде был камень, подождите, костер, колюч, зверь, предмет, недостей, оружие. Стоп, камень был. Слушай, здесь есть. Во, булыжник впереди. Ладно, булыжник впереди. Короче, осторожно. Короче, осторожно. Концепции, осторожно, жизнь. Во! Булыжник впереди, короче, осторожно, смерть. Великолепное посылание, сообщение Я надеюсь, что кому-нибудь понравится Здесь можно, видите, оставлять сообщение Мы можем прочитать и удалить свои сообщения Другие могут прочитать и поставить лайк И мы можем кому-нибудь поставить лайк Если будет кто-нибудь ставить лайк моему сообщению Я увижу, будет надпись внизу И потом я увижу еще, вот здесь вот будут Видите, булыжник, передвигающаяся смерть Где я оставил и количество оценок Вот так вот Вот он, НПК, очень полезный НПК Я уже говорил, что такое НПК, это персонажи игровые Когда я играл в первый раз Да, я потом из-за этого переигрывал заново Я его убил Потому что я подумал, что это монстр, да Если его убить, вы ключа не получите Поэтому убивать его нельзя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я приехал в эту землю Все Все Мы сделали свое дело Пообщались И получили, собственно говоря, ключик Который нам нужен был Винтарная трава Которая восстанавливает заряды Заклинания Но нам она не нужна Возвращаемся обратно Давайте, чтобы сэкономить время Как раз в этом выпуске Я прям хочу это закончить Мы сделаем следующее Вот так вот мы сделали Я вам покажу, как это работает Коточка возвращения Здесь идти, в принципе, недалеко Ну, пускай будет Роскошная жизнь Так сказать Кстати, не забывайте, что мы играем за нищего Вы не забыли? А уже используем косточки возвращения Уже доспехи есть Я поднимаюсь Поднимаюсь по карьерной лестнице потихонечку Потом зам головы Потом президент Российской Федерации Так, что мы хотели сделать? Угу Угу Души Что у нас с душами? Ничего больше интересного нету А, вот у нас вот это есть Давайте сделаем апгрейд Апгрейд, апгрейд, апгрейд Теперь у нас будет три заряда Угу Она уже все говорила Всего, насколько я помню Можно двенадцать зарядов И пять усилений У нас сейчас три заряда всего лишь Вот он его особняк Пойдемте У нас пока есть еще время Немножечко есть Как раз мы успеем полностью все обыскать Ключ от дома Угу Все проверяем Обязательно все проверяем Это не ломается Угу Вот эти объекты, которые мы ломаем Они потом восстанавливаются То есть, когда мы подойдем к костру Он все обнулит И это все восстановится Так Здесь мы находим ключ-камень Фароса В этой игре очень много секретных объектов Да Чтобы их использовать Нужен ключ-камень Фароса Который я сейчас нашел Этот ключ вначале можно купить Только у одного человека Вот у старухи, которой мы были Да Там она продает один ключ За четыре тысячи душ Эти ключи Они довольно редкие Да И очень часто бывает Проблема нехватки этих ключей Поэтому, грубо говоря Считайте, что мы сейчас Экономили четыре тысячи душ Подняв этот камень На халяву Так, бежим дальше Нет, мы пойдем не сюда Мы пойдем вот сюда Вот Давайте сначала Все плюшки найдем Так, что же здесь написали нам Посмотрим Восслабь солнце Это тоже стандартная фраза Конечно же Это не сам человек писал И здесь у нас будет сундук Где у нас сундук? Вот у нас сундук Здесь нормальный Без всяких мимиков Что у нас здесь? Осколок титанита Три штуки И факела три Помните, я говорю, что факел По пять минут, да? Смотрим Сколько у нас в итоге уже? Двадцать пять минут Видите, это очень хорошо Ну и все В принципе То есть мы нашли материал Это Осколок титанита Он нам нужен будет Обязательно Для апгрейда Оружия Два доспехов Он лишним Никогда не убивает Все Здесь больше ничего У нас нету Осталось последнее Это пойти Убить Монстра Хотя в этом смысла В принципе Немного Но надо это сделать Так, где он? Вот он Нужно постараться Будут его убить Давайте попробуем Наверное Две руки убить Он бил Довольно неприятно Я вам скажу сразу Видите, сколько крови? Вы видите, да? Сколько пятен крови Ох Сколько поумирало Здесь народу Миллионы людей О, как больно Вы видите Как больно О, как больно Давайте отойдем И еще раз пойдем Так, где ты? Давай драться Выходи Драться будем Ну, видите Тяжело Тяжело Пробить его Еще раз Поехали Опа 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 Все Пробили Отлично Человеческая фигурка У нас уже очень много Человеческих фигурок Здесь у нас ничего нету Здесь у нас есть Сундучок Что у нас здесь? По идее Сосуд души Правильно? А, уголь вражды Четыре штуки? Кстати, это очень странно Я не помню Чтобы здесь был Уголь вражды Четыре штуки Это, поверьте Это грандиозная находка Скорее всего Теперь я буду знать Что здесь Рандомный Клад лежит Никогда Такого не было Никогда Четыре угля вражды Еще один осколок Пляги Смотрите, какая удача Прям все рядом Лежит Все Здесь мы все Уже зачистили Четыре угля вражды Это просто Первый раз Такое вижу Вот та самая Карта Про которую он говорил Но Карта Она абсолютно Бесполезна То есть Ну, никакого Вообще от нее Толку нет Пойдемте тогда Вернемся Быстренько на базу Я буду называть Базу Ох Это хрюшки Они здесь рядом Живут Но Убивать их Толку Никакого нету За них дают Всего лишь 20 душ Это очень мало Это очень мало И не стоит Того абсолютно Давай, детка Оп Оп Еще один Апгрейд Это, наверное, свинюшки Прибежали, нет? Ну-ка Еще есть Нет у меня Нету Нету Нет, свинюшки Решили Отстать от меня Давайте тогда Похилимся Не похилимся Просто Восстановим Флягу Ну вот так вот Хороший у нас Эпизод был Сбегали Все, что нужно было Сделали Да, у нас уже Множество оружия Напомню, что Мы шли туда С одним маленьким Кинжалом Теперь у нас Вот сколько оружия Три меча Активных Топор Лук Уже есть Два щитка Даже Четыре угля Вражды Я вам потом покажу В следующей серии Я вам покажу Реально Как мы Можем помочь Другим Нас будут вызывать В роли фантома Все Давайте До следующей Сери